Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш выпуск будет посвящен в первую очередь обострению ситуации в Азии, которая происходит и которая, на мой взгляд, я не устану повторять, является более опасной на перспективу для мировой стабильности. Ну, если уж мы говорим там про скатывание в ядерную войну, то конфликт, о котором я уже давно говорю и о котором скажу и сейчас, он является, на мой взгляд, гораздо более опасным, чем украинский. Потому что, как мы видим, сейчас Shell не были единственными, это была не единственная компания, которая решила каким-то образом обходить введенные санкции эмбарго. Например, глава компании Aerobus, ну, Airbus, как кому больше нравится, известный производством самолетов прежде всего, заявил, что фактически ограничение поставок Титана из России поставит под угрозу всю аэрокосмическую отрасль в Европе. Вот, поэтому, в общем, даже санкции экономические не являются каким-то, знаете, подобием нерушимой стены. Стена очень дырявая, и исходя из своего коммерческого интереса, крупные компании, не просто какие-то там мелкие контрабандисты, а крупнейшие мировые компании, Shell, Airbus, ну и другие, они ищут возможность санкции обойти. Вот, поэтому здесь все, конечно, не весело, как в любом вооруженном конфликте, но, тем не менее, я бы не стал здесь рисовать какие-то очень большие черные полотнища в знак скорби. Гораздо хуже, друзья, то, что происходит на восточных рубежах. Дело в том, что буквально на днях, вот фактически вчера, выпущена на Тайване была брошюрка 28-страничная о том, как спасаться в случае налета китайцев, о том, где искать бомбоубежище, где, так сказать, можно получить какой-то сухпайок, и как жить, если еды нету. То есть, это, в общем, довольно серьезно. Я не хочу сейчас драматизировать и говорить, что завтра Си Цзиньпин нападет, но, тем не менее, ситуация эта достаточно опасная, и не сказать, чтобы каждый день такое происходит. Другая проблема в том же регионе, это то, что китайцы стали более активно заплывать на территорию, которую Япония считает своей. Дело в том, что между Китаем и Японией, и Тайванем, кстати, тоже, здесь Китай и Тайвань едины, в своем мнении. По поводу принадлежности того, что японцы называют острова Сэнкаку, китайцы Дяо Юйдао. Дяо Юйдао, переводяо Юйпи, ловить рыбу, по-китайски Дяо Юйдао, соответственно, рыбачьи, рыбацкие острова. Острова эти, в общем, долгое время были никому нафиг не нужны и не интересны. Вроде как японцы, когда туда приплыли, уже в новое время, они обнаружили, что там никаких следов особо пребывания, кого бы то ни было, нет. И они эти острова по праву ничейной земли возьми да присоединили. Но впоследствии, в том числе из-за накала китайско-японских противоречий, из-за того, что китайцы с японцами выдержали несколько войн, одну в конце 19 века, одну в рамках, то, что можно назвать Большая Вторая Мировая. То есть не только то, что началось с 1939 года, но включая конфликты, которые были связаны с этой войной, включая гражданскую войну в Испании, где впервые столкнулись советские и немецкие войска, ну, по крайней мере, на уровне военных специалистов. И события в Азии, конечно же, которые там начались с начала 30-х. Вот. Ну, в общем, японцы столько в те годы, в те войны обкорнали у китайцев, что китайцы начали у них требовать и те острова, которые, ну, скажем так, права на которых у китайцев, может быть, не столь нерушимы, как на некоторые другие территории. Но китайцы считают, что это их. Вот. И... Острова эти, кстати, необитаемы. Вот. Но контролируются фактически японцами. Вот китайцы туда... Они уже и давненько туда заплывали. Но вроде как в этот раз туда приплыл более крупный отряд кораблей. Эскадра. Морской полиции, по-моему. Вот. При том, что одно из судов, как сообщают, в том числе российские, ну и китайские издания, имело достаточно неплохое вооружение. Понятно, они ни в кого особенно не стреляли. Но понятно и то, что японцы на это отреагировали. И правящая либераль-демократическая партия Японии заявила о том, что готова внести Россию и Китай в список враждебных государств. Угроз национальной безопасности. Напомню. Ну, все, наверное, знают, что с Россией у японцев неподелённые курилы. Вот. Курилы, конечно, побольше, чем Дьяо Юйдао. Ну и понаселённее несколько. Вот. То есть японцы... Причём интересно, что Дьяо Юйдао, они в югу от Японии. Они там чуть севернее Тайваня. А курилы к северу. То есть, так сказать, очевидно, в общественном мнении будет разгоняться представление о том, что китайцы и русские зажимают Японию с двух сторон. С севера и с юга. Вот. То есть ситуация там, конечно, обостряется. Это нехорошо для мировой стабильности. Но это закономерно. Потому что китайско-японские отношения по вине, в том числе, империалистической Японии в середине века, ну, скажем так, не особенно цветут. Ну и в те поры, когда Дэн Сяопин проводил такую умеренную и спокойную политику, чувствуя, что сначала нужно нарастить экономический потенциал, Китай не слишком сильно напирал на свои какие-то территориальные претензии. Но сейчас ситуация меняется, Китай усиливается. Вот. И в том числе, так сказать, отчасти пока информационный шум, прежде всего, сконцентрирован на украинско-российском конфликте, может наступить какой-то демарш там на востоке. Посмотрим. Конечно, я не хочу вам... Кстати, американцы, в общем, заявляют, что будут, если что, защищать Тайвань. Но уж Японию так тем более. Правда, мы не должны делать сразу же большие глаза и считать, что вот ядреная война начнется буквально безотлагательно. Конечно, тут ситуация сложная. Имейте в виду, что бывали конфликты между ядерными державами, но ядерная бомба при этом ни на кого не падала. Это, там, китайско-индийские приграничные конфликты, прежде всего, вороначал Прадеша. Либо, там, конфликты индо-пакистанские. В общем, на самом деле, столкновение это даже при определенном участии штатов не будет означать автоматически начало ядерной войны. Но, поверьте, заинтересованность, то, о чем я уже не раз говорил, заинтересованность и связь американского режима с режимами юго-восточной, ну, с лояльными режимами Восточной Азии, такими как Тайбэй, Токио. Их интеграция и взаимосвязь, конечно, в разы сильнее, чем с Киевом. Вот, поэтому, друзья, будем смотреть, что происходит на Востоке. Я вам также советую за этим театром противоречий, что называется, ну, пока, слава богу, не боевых действий, следить не менее пристально, как минимум, чем за происходящим где-нибудь под Мариуполем или под другими городами на территории Донбасса, а также восточной Украины. В общем, такая вот информация. Ну, и напоследок, опять же, продолжая рубрику про странное и нелепое, оказывается, Россию покинул, может быть, я сейчас выдам баян, но Россию покинула певица Нюша, у которой дочку зовут Симбой. Вот, хорошо, что не Любумбой, но вообще, конечно, это прикол. А, еще из мира шоу-бизнеса Руслана, которая когда-то очень давно выиграла Евровидение с песней «Шигры Гадым», вот, она сказала, что сожжет себя, по-моему, на Майдане на заложенности, ну, где-то, в общем, в центре, самосожжение завершит акт, если не деблокирует Мариуполь. Ну, она мало кому интересна, но, видимо, придется и-таки совершать акт самосожжения, потому что, в общем, с Мариуполем все понятно. Если по поводу спецопераций в целом тут есть немало споров по поводу успехов-неуспехов, то с Мариуполем все, в общем, более-менее ясно. Вот, так что шоу-бизнес не утихает. Собчак изумилась картинно, почему Гагарина выступила на патриотическом концерте в Лужниках, который был уже почти месяц назад, вот, что, мол, как же так? Ну, я, честно говоря, с одной стороны считаю, что Гагарина сделала, ну, по крайней мере, не самое ужасное выступить на этом концерте было, тем более, что вообще тренд на убегание и, так сказать, критику, пусть даже такую полуприкрытую, он далеко не всеми поддержан. Ширвинд очень жестко ответил Макаревичу. И напомню, что Макаревич решил сказать, что все, кто уехал, это и есть Россия, а все, кто остался, это бодланы. Вот, ну, он употребил даже более грубое слово, не буду его приводить. Но Ширвинд сказал, что Россия это народ, и если народ остался, вы уехали, то вы дерьмо. Вот, такая вот альтернативная, так сказать, альтернативное направление мысли у российских людей, культуры. Вот, поэтому, в общем, изумление Собчак, это скорее, опять же, игра на публику, как Ксения Анатольевна любит. Вот так, друзья, будем следить за событиями, будем смотреть, куда, чего и как. И надеюсь, что ядерной войны мы с вами избежим. Меня некоторые критиковали, что вот, дескать, ты или вы говорили, что войны не будет. Ну, формально у нас идет спецоперация, поэтому ее и нет. Но, ну и, ну, так сказать, вот если начнется ядерная война, тогда во мне бы Собчинку покажется. Я надеюсь, что ее не будет. Всем желаю мира, спокойствия и здравого смысла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!